Подтвердили на «Морбиус» выходит 31 марта, потом у нас «Соник» мультфильм выходит 7 апреля, потом 14 марта выходит «Фантастические твари». 85-90% за счет чего кинотеатры живут, за счет кассовых фильмов, таких как «Морбиус», «Бэтмен», за счет зарубежного кино. Получается, страны СНГ, они представительства все расположены в Москве. Дальше это идет субдистрибьюция на Центральную Азию отдельно. Это у нас представляют «Дисней», «Сонни», «Двадцатый», «Фокс» компания «Меломан», которая находится в Казахстане. И «Интерфильм», вторая компания, это «Юниверсал Уорнер Бразерс», которая расположена у нас в Украине. Через эти компании мы, соответственно, букируем, расписываем, заключаем контракты, обязательства с этими компаниями уже, которые, соответственно, подотчетны московскому офису. Студии сейчас запросы мы отправляли, но это очень долгий процесс, это не вопрос завтрашнего или послезавтрашнего дня. Подтвердили нам «Морбиус», выходит 31 марта. Потом у нас «Сонник» мультфильм выходит 7 апреля. Потом 14 марта выходит «Фантастические твари». Дубляж — это непростое дело. Потому что у каждой студии свои требования. Дубляж в среднем обходится от 50 до 150 тысяч долларов, в зависимости от требований. Если, учитывая Кыргызстан с нашим, у нас не более 15 кинотеатров на сегодняшний день, это экономически нецелесообразно, потому что мы такие деньги не собираем. Что такое новое? В БУЛТЕРдеến ДРАМАТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВТИНОВАЛИЗА Dios – это не только с TAPLAY. Другой стиль, почему-то не заботится. Все эти эти стены не volverACIA. Вообще, что человеке может быть в этой ситуации? страны центральной азии там или там за кавказе там азербайджан там армения если объединить вот этот в один рынок по дубляжу там или тогда это тогда имеет это смысл и как бы экономическая составляющая будет выгодно студии вы поймите одно это решает не кинотеатры и не мы конкретно это решает студия она оценивает у кого есть достаточно серьезно оборудование так сказать база человеческого там по озвучке свой звукорежиссер должен то есть все вопросы можно решить это уже вопрос дистрибьютором и к самим студиям субтитр был бурен чеден арзан и кенчеден и чхан дай немалере чок зала китаса жук ученчу дэн сен башка тильди башка маданят ты ложку визуна арифиналом дуку вошел в атмосфер а грибинга таскадан берет таврия к сожалению большие голливудской компании которые через россию работает отказываются предоставлять нам кино и нам буквально с 1 апреля нечего показывать а а среди местного кино окупаемые и прибыльные так сказать фильмы они не так часто выходят они выходят там два фильма там один фильм в месяц а вы понимаете что если сравнивать зарубежным кино то зарубежное кино в неделю выходит 5-6 фильмов в неделю и обязательно 23 ну супер кассовых месяц за счет этого мы живем если мы хотим развивать отечественное кино развивать нашу культуру и ценности нужно отдать приоритет когда отечественки но в виде опять таки не так то что там некоторые предлагают не насильственным каким-то принудительным способом освободить от налога освободить от налогов чтобы мы продавая билеты не удерживали вас государства сна с налоги соответственно выручка продюсером режиссером больше будет и они дальше будут эти деньги инвестировать и я думаю самое главное для кинотеатров какие для любого бизнеса это ясность как он хотя бы краткосрочного будущего у нас в киноиндустриальной сфере в хрисане работает более тысячи человек соответственно тоже каждому нужна какая-то ясность на хотя бы какую-то ближайшую перспективу то отец так что и Субтитры создавал DimaTorzok